Здарова, братцы! Вы снова на канале Android News. А у меня для вас что? Правильно! Оп! Очередная годнота. Это Redmi K30 Ultra. Пару дней назад я записывал для вас видос, в котором рассказывал о топе смартфонов для покупки в 2020 году. В этот топ входил смартфон Poco F2 Pro. Просто офигенное решение за свои деньги. И казалось бы, все владельцы этого смартфона должны быть неистово рады. А почему нет? Как не радоваться тому, что человек сделал правильный выбор, да? Вы удивитесь, но конкретно в данном случае это работает не совсем так. Объясняю почему. Не так давно Xiaomi провела масштабную презентацию, в рамках которой представила два юбилейных смартфона. Одним из них был Redmi K30 Ultra, всего-навсего за 289 долларов. Столько же стоил первый флагман бренда ровно 9 лет назад. Согласитесь, впечатляет, учитывая ежегодный рост цен на смартфоны. И вот что самое интересное. На бумаге это все тот же Poco F2 Pro. Только с выполненной работой над ошибками. Жаловались на отсутствие повышенной частоты обновления изображения? На, и получаете 120 Гц. Жаловались на отсутствие стерео звука? У Redmi K30 Ultra стереозвук. Жаловались на высокий ценник Poco F2 Pro на старте продаж? Держите 289 долларов за флагман. Впечатляет, да? Давайте разбираться, стоит ли расстраиваться владельцам Poco F2 Pro. И можно ли считать Redmi K30 Ultra лучшим решением на сегодняшний день? Понеслась. Не-не-не, ребятки, не так быстро. Хочу вас еще немного шокировать перед началом. Сейчас на нашем канале целых три розыгрыша с простыми условиями для участия. Пять штук митовый стик, три смартфона, Poco F2 Pro, Xiaomi Mi 10 Lite, Redmi Note 9 Pro и один из четырех флагманов на выбор. Тратите на выполнение условий меньше минуты и, ребятки, вы в теме. Шанс на выигрыш как никогда высок, потому что приз не один, а целых девять. Прямой эфир с подведением итогов пройдет уже достаточно скоро, а именно 10 сентября. Не ленитесь, принимайте участие и, главное, приходите на стрим. Желаю удачи каждому из вас. А теперь возвращаемся к обзору Redmi K30 Ultra. Начнем с комплекта поставки. Предлагаю не тратить на это много времени. Из интересного, защитная пленка уже наклеена на экран. Комплектный чехол вполне приличный, не рублевый, пользоваться можно. Блок питания мощностью 33 ватта. Меня больше интересовал вопрос, будет ли Redmi K30 Ultra отличаться от Poco F2 Pro внешне. Да, ребятки, они отличаются. Из неприятного в новинке убрали аудиоджек. Кнопка питания теперь не красная, плюс появился дополнительный микрофон в блоке камер. Кроме этого, отличается решетка разговорного спикера. Видимо, потому что у Redmi K30 Ultra появился стереозвук, а в качестве второго динамика выступает разговорный спикер. На этом отличие заканчивается. По всему остальному, это братья-близнецы. Я заказал брутальный черный цвет, потому что белый у меня уже есть, а бирюзово-серебряный на момент заказа не продавали. Согласен, скучно, но зато быстро приехал. Скажу вам так, учитывая ценник, ощущения от смартфона исключительно положительные. В то время как а-бренды за 900 баксов умудряются продавать свои флагманы из пластика, Xiaomi за 289 долларов предлагают царский металл плюс стекло. Причем здесь нет никаких щелей, зазоров, поскрипываний и прочих вещей. Вот все хорошо. Ну и самый главный плюс этого аппарата – дисплей без каких-либо вырезов и скруглений краев. На сегодняшний день я считаю такое решение идеальным. Особенно, если мы говорим о дисплее с частотой обновления изображения 120 Гц. Ребятки, я знаю, наверное, я вас уже достал распинаться каждый раз, насколько это хорошо, но ничего не могу с собой поделать, потому что это правда. И в этом, казалось бы, недорогом смартфоне все работает отлично. Да, сама матрица не топовая. Допустим, цветопередача немного хуже, чем у моего OnePlus 8 Pro. Корректно ли делать такое сравнение, учитывая ценник? Хызы. Все, что вы должны знать, если без задротства экран нормальный. Его максимальная яркость – 1200 нит. Мы делали съемку в солнечный день, и смотрите, на экране все видно отчетливо. Правда, вот я пока не нашел в настройках функцию DC Dimming для уменьшения ШИМа. Возможно, завезут в следующих прошивках, потому что, ну, как-то немножечко странновато выходит. У других Xiaomi есть, а здесь почему-то нет. А пока можете посмотреть на актуальную таблицу. Кому интересно, ставим на паузу. И касательно Always On Display, здесь все четко. Можно, чтобы экран был всегда включен, а не вот эти вот стыдные 10 секунд, как у последних среднебюджеток компании. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Работает просто нормально, не мега быстро. Также есть возможность разблокировки смартфона по лицу. Но, на мой взгляд, это не самое лучшее решение. Во-первых, потому что в таком случае будет больше расходоваться заряд батарейки. А во-вторых, ну, процедура не самая быстрая. Так, с одним из основных вопросов разобрались. Теперь давайте поговорим о начинке. Что нас ждет внутри? Так уж вышло, что у меня самая заряженная комплектация на 512 гигов. Все потому, что на момент покупки других вариантов не было. За 289 долларов предлагают версию 6128. В вашем же случае можно будет оформить заказ на версию 6128, либо 8128. 289 долларов просят именно за самый дешманский вариант. Важный момент. Память расширить нельзя. То есть, если вы взяли базовую комплектацию, в будущем вы с этим ничего не сделаете. Здесь нет даже комбинированного слота. Кроме этого, для удешевления процесса используется не совсем флагманский тип памяти. Ну, во всяком случае, по сегодняшним меркам. Стоит ли заморачиваться по этому поводу? Учитывая ценник, точно нет. Потому что интерфейс работает шустро, приложение открывается быстро, с играми тоже полный порядок. Вот если бы мне сказали, что здесь новый тип памяти, я такой, ну, окей. В синтетике цифры отличаются. В каких-то нетривиальных задачах, типа там, передача файлов тоже. Но в повседневной эксплуатации, ребят, вообще пофиг. Но это мое мнение. Тут дело в топовом процессоре от Mediatek. Да и Main City 1000+. И если бы мне сказали об этом где-то год назад, я бы такой, Mediatek, не-не-не, спасибо, не нужно. Но в последнее время эти ребята делают вполне себе достойные решения. Я не буду говорить, что у них прям все идеально. Это не так. Проблема с перепрошивками все еще актуальна. Если мы говорим конкретно об этой модели, эти вопросы нужно поднимать. Чуть позже я объясню почему. А сейчас давайте-ка посмотрим, на что способен этот монстр. По старинке запускаем игру Shadowgun Legends на ультравысоких настройках графики. И параллельно запускаем утилиту GameBench. По графику видно, что в среднем имеем 58 FPS со стабильностью 98%. В общем, для тех, кто не в теме, это очень хороший результат. То есть с игровой производительностью у этого смартфона проблем точно нет. По троттлингу все не так сладко, как хотелось бы. Для наглядности, вот результаты получасового прогона в CPU троттлинг тест на Poco и K30 Ultra. То есть сбрасывать частоты для Redmi это норма. Не могу сказать, что в требовательных играх из-за этого появляются фрезы. И это хоть как-то мешает мне играть на практике. Плюс хочу отметить, что даже после получаса игры корпус смартфона остается еле теплым. То есть моим рукам всегда комфортно. Ребятки, ну вот если по факту, косяк все-таки есть. Это ненормально. Простыми словами, у Poco F2 Pro процессор лучше. И, кстати, возможно мелочь, но батарейка у него тоже немного больше. На 200 мАч и тем не менее. Думаю, вы понимаете, логично, что K30 Ultra будет работать от полного заряда гораздо меньше Poco Fone. Ну, во всяком случае, если вы планируете юзать экран на полную катушку. Я имею в виду 120 Гц. Пока, вот чисто на первый взгляд, с этим вопросом все хорошо. Но я не хочу делать никаких поспешных выводов, пока этот смартфон не пройдет наш фирменный тест автономности. И если вы хотите увидеть результат в числе первых, обязательно следите за нашим сайтом andronews.com. Как только он пройдет тест, сразу же результаты появятся в таблице автономности, и вы увидите, как Redmi K30 Ultra показывает себя на фоне конкурентов. Ссылку на сайт я оставлю где правильно в описании. Ну что, осталось раскрыть вопрос камер, и можно делать первые выводы. Технически, модули здесь такие же, как у Poco F2 Pro. И это уже неплохо, учитывая, что смартфон стоит дешевле. Но это не означает, что они будут снимать одинаково, потому что у них разные процессоры, у которых разные алгоритмы обработки изображения. То есть, снимки должны отличаться, но, во всяком случае, в теории. Кроме этого, на Redmi нет возможности записывать видео в 4К 60 кадров в секунду. И 8К тоже. Зато у него есть аудиозум. В общем, сейчас все покажу. Речь идет о том самом новом микрофоне в блоке камеры. При зуме он становится чувствительнее. Подобную штуку мы уже встречали в айфонах. Да и на моем вамплассе она тоже есть. Смотрите пример. Привет, друзья, я Андрей Копки, ведущий канала Андрей. Сейчас мы тестируем аудиозум смартфона Redmi K30 Ultra. И раз уж мы затронули видеосъемку, давайте сразу покажу, как справляется Redmi по сравнению с Poco. У обоих смартфонов нет оптической стабилизации, только электронная. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Днем на большинстве примеров мне больше понравилось, как фотографирует Redmi. Видно, что дело в работе алгоритмов. Немного другой подход. Допустим, на этом снимке Poco пересветил солнце. Зато вытянул тени. Тут у него правильнее цветопередача, но уже динамический диапазон. Здесь со зданием получилась вообще какая-то беда. Посмотрите на цветопередачу. Днем на большинстве фото Poco справился хуже. Но это касается ситуации днем. В тяжелых условиях, видимо, Xiaomi еще не допилили софт. И это, честно говоря, немного стыдно. Потому что ночью снимки получаются ужасными. Вечная проблема смартфонов Xiaomi на старте продаж. Тем более на новых чипах. Ультраширики у них похожи. Можно было бы сказать о хроматических аберрациях. Но они не ярко выраженные. Это мелочи, в общем. Так, ну, вроде бы все самое основное рассказал. Технический аппарат прикольный. Ощущается как флагман. Все это сопровождается приятной вибрацией, стереозвуком. Кстати, звук намного лучше, чем у F2 Pro. Немножечко не дотягивает до уровня OnePlus 8 Pro. Но в целом к стереозвуку у меня претензий нет. Учитывая ценник, это уж точно. И я уверен, на этом самом моменте многие из вас уже потекли, типа, все слюна идет, хочу брать и все такое. Но всякий сладкий рассказ актуален до слова но. Главная проблема, K30 Ultra, он не предназначен для международного рынка. То есть ситуация в точности как с Redmi 10X 5G, о котором я рассказывал около месяца назад. Все самое хорошее достается китайцам. Но означает ли это, что смартфон, ну вот прям совсем не подходит для пользования в наших странах? Это не совсем так. Русского языка нет, и это, конечно, минус. Но можно поставить more local, Google сервисы, чуть поколхозить и пользоваться получится. Но подойдет такой вариант только энтузиастам. И то далеко не всем. Потому что, допустим, тот же Google Pay не работает. Хотя NFC есть. Но и это еще не все. В Украине ситуация следующая. Смартфоном поддерживаются и седьмой, и третий бенды для работы в 4G. То есть у таких операторов, как Vodafone, KFstar, с этим смартфоном проблем быть не должно. То есть 4G должны работать. В России все сложнее, потому что здесь нет 20-го бенда. И вы об этом должны знать. Зная, эта проблема актуальна не для всех, и тем не менее. Что мы имеем в сухом остатке? Стоит или не стоит расстраиваться владельцам Poco F2 Pro? Ребятки, я думаю, не стоит. Потому что существенно Redmi K30 Ultra лучше только за счет герцовки. 120 Гц это прям доп. Стереозвук это хорошо, но это не киллер фичи. Если бы он звучал, допустим, как у Mi 10 Pro, тогда да, можно было бы задуматься. А так, ну типа прикрутили разговорный спикер в качестве второго. Да, он в принципе звучит неплохо. Но основной акцент все-таки делался на 120 Гц. И это заметно. Вот если была бы глобальная версия прошивки на K30 Ultra, я бы даже не задумывался, сэкономил и купил его. А в нынешних реалиях лучше, конечно, обращать внимание на Poco F2 Pro. Вот чисто из-за прошивки. Ладно уже процессор, но прошивка решает. Тем более, что в хороший день его можно урвать по вполне себе адекватной цене. Недавно был прайс 337 долларов. Не знаете, где брать такие низкие цены? Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. А за Redmi K30 Ultra прямо сейчас просят 389 долларов за базовую модификацию. Да, я понимаю, что это старт продаж. И когда-то он будет стоить там в районе 300 долларов. Но к тому моменту подешевеет и Poco F2 Pro. Хотел бы я завершить этот ролик вдохновляющими фразами. Типа, ууу, ребятки, ждем глобальную версию смартфона. Но этого не произойдет. Точно не произойдет. Мои источники утверждают, что не будет K30 Ultra выпускаться на глобальный рынок. И это, конечно, фиаско. Все те, кто утверждает обратное, просто, ну, некомпетентно в вопросе. Особенно, если мы говорим о Poco X3. Этот аппарат будет совершенно другим. Да, печально слышать такую правду. Но, ребятки, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Спасибо за внимание. У меня на этом все. Не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал. Делиться этим выпуском со своими друзьями, если он вам понравился. Обязательно участвуйте в наших розыгрышах. У нас их много, ссылки будут в описании. И да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok